Это обычная история успеха обычных людей. Стив и Лэнка Томпсон, семья из Британии, которая выиграла 105 миллионов евро в европейскую лотерее Евромиллионс Европ 19 ноября 2019 года. Мы с женой пока не решили, что делать с деньгами. Однако я уже купил себе новую рубашку и сходил к хорошему барикмахеру, говорит Стив. Немного об этой счастливой семье. Супруга Стива Лэнка Томпсон переехала в графство Западный Сассекс, Британия и Словакии в 2010 году на подработку и там познакомилась со Стивом. Сам Стив простой парень и занимается строительством. Начинал с обычного разнорабочего. Получив необходимые опыты и знания, будущий миллионер открыл свою небольшую строительную компанию. Компания брала подряды на строительство небольших пристроек в типовых домах и приносила 10-15 тысяч фунтов серлингов в месяц чистыми. Однако с недавних пор все изменилось. Он не хотел от меня никаких денег. Он замечательный человек, рассказала соседка в интервью газете Sun. Не так давно Стив закончил строительство застекленной веранды для соседки и не выписал ей счет. По ее словам, Стив Томпсон по-прежнему ездит в своем старом автофургоне, так как раз уж он продолжает работать, то не видит причин покупать себе что-то новое. Стив говорит, что его старший сын, узнав о выигрыше, лишь сказал, что хочет собственную комнату. Средний 10-летний сын попросил автомобиль Тесла, на что получил категорический отказ. Младшая дочка хочет розовый айфон. Вот такие они, европейские миллионеры, оказавшиеся в нужное время в нужном месте. Кстати, я и сам играю в лотерею Евромиллионс и Ла Примитива Резульс, Спэнш Лотери. Вчера делал ставку в синдикате, когда участвует большая группа и ты покупаешь долю в общей ставке. И мы выиграли! Самое главное попасть в свои цифры? Всего бывает три вида прогноза выигрыша. Интуитивный, нумерологический, астрологический и математический. Каждому инструменту требуется свой подход. Например, дальнобойщику из Подмосковья, который выиграл в 2016 году сумму 824 тысячи евро в Австрии-Лото, было достаточно всего двух месяцев. Именно этого времени ему потребовалось, чтобы сориентироваться. Что вы думаете, друзья? Напишите в комментариях, играете ли вы в лотерею, верите ли в удачу. Если вы захотите продолжения, поддержите лайками и не забудьте подписаться. Продолжение следует...